Заболевание, о котором мы сегодня будем говорить, лишь частично зависит от неуправляемых факторов. Ему чаще подвержены женщины старше 65 лет, немалую роль играет и наследственность. Но с другой стороны, к минимуму можно свести все риски благодаря правильному питанию, умеренной физической нагрузке и солнцу в безопасной дозе. Здравствуйте! Сегодня в программе «Тело человека» мы поговорим об остеопорозе. Ответы на самые сложные вопросы мы узнаем у нашего эксперта. А пока небольшая анатомическая справка. Опорную структуру скелета человека можно без преувеличения назвать чудом инженерной мысли матери природы. Более 200 костей причудливым, но при этом рациональным образом соединенных между собой играют роль каркаса и являются своеобразной строительной арматурой нашего тела. Скелет современного человека состоит из так называемого осевого скелета. Это кости черепа, позвоночника и грудной клетки. Не стоит забывать о костях верхних и нижних конечностей. Вообще, кости человеческого скелета, если разложить их по полочкам, это отдельная история. Они могут быть парными и непарными, длинными, короткими, плоскими и даже смешанными. Количество человеческих костей изменяется с возрастом. И как бы парадоксально это ни звучало, ни в сторону увеличения. У младенца почти на 50 костей больше, чем у взрослого человека. Хотя костями все же их можно назвать с большой долей условности. И еще один парадокс. Природа наградила нас одним желудком, печенью, одним сердцем, двумя легкими. А вот количество костей у многих взрослых людей одного и того же возраста может быть различным. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Итак, давайте знакомиться. Сегодня о проблемах остеопороза мы будем разговаривать с врачом-эндокринологом высшей квалификационной категории, кандидатом медицинских наук, доцентом Гомельского медицинского университета Георгием Никитичем Романовым. Здравствуйте. Добрый день. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Ангелина Гребенюк и Антон Забиран. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. И традиционно мы нашу передачу начинаем с первого опроса для вас. Я надеюсь, вы готовы к нему. Пожалуйста, внимание на экран. Кости. Самый прочный материал нашего организма. Это во многом объясняется химическим составом костной ткани и в первую очередь с наличием в ней хосфора и кальция. А уровень содержания этих элементов не в последнюю очередь зависит от питания. Кстати, научные исследования, связывающие прочность костей человека с типом питания, начали проводить достаточно давно. Один из таких опытов принадлежит выдающемуся русскому анатому Петру Францевичу Лесговту. А вот в чем состояла его суть и к каким выводам он пришел? Это вопросы для вас. Ребята, у вас есть время подумать немножко. Воспользуйтесь планшетами, а мы пока начнем наш разговор. Георгеньки, у меня вопрос для вас. Я знаю, что вы являетесь членом правления Белорусской общественной организации «Победим остеопороз вместе». Целая большая такая организация, которая изучает одну проблему остеопороза. Что же такое остеопороз? Насколько часто встречается эта проблема вообще в мире и в нашей стране в частности? Если говорить простым языком, то остеопороз – это такое системное заболевание скелета человека, которое характеризуется его слабостью и хрупкостью и в итоге приводит к развитию так называемых низкотравматических или быстро происходящих переломов. Если говорить о распространенности, то это заболевание ассоциировано с возрастом и относится, наверное, к одному из важнейших возраст ассоциированных заболеваний. Если говорить о статистике, сегодня во всем мире, в частности в европейских странах, куда относится Беларусь, примерно каждая пятая женщина в возрасте старше 50 лет страдает этим заболеванием. И каждый, не забываем про мужчину, и каждый шестой-седьмой мужчина тоже имеет склонность или это заболевание, или уже его проявление. Если говорить о том самом остеопорозе, который наблюдается у женщин в менопаузе, какие женщины находятся в зоне риска? Или это все, или это с чем-то еще связано? Может быть, наследственность имеет значение? Если говорить конкретно про женщин, то здесь, наверное, основные таких можно выделить три группы, у которых можно заподозрить это заболевание. Первая группа – это раннее наступление менопаузы, когда менопауза приходит не в обычный возраст нашего региона, 47-51 год, а намного раньше, в 40 лет, а то и ранее этого возраста. Вторая группа – это женщины, которые имеют дефицит массы тела, у которых уже изначально скелет не соответствует возрастным параметрам. И третья группа – это группа, которая имеет в наследственном своей истории у матери или у бабушки, уже имеющиеся переломы степаратические в прошлом. Тоже эту группу мы наблюдаем очень тщательно и серьезно. – Ну а насколько можно тогда сказать, что если есть у мамы и у бабушки, что у данной пациентки будет это, то есть стеопороз? Можно ли это прогнозировать? – Как раз таки мы проводили эти исследования у нас в Беларуси, и проходил у нас научный проект, когда мы изучали эту предрасположенность. Достаточно часто, наверное, 80% случаев, если в семье есть перелом шейки бедра у старшего поколения, то следует очень тщательно исследовать, например, остеопорозы, все последующие поколения именно женское насилие, женскую часть. – Уже вы затронули вопрос о том, что это недостаток веса, а избыточный вес влияет ли как-то на развитие остеопороза? – Как таковой остеопороз развивается редко при избытке массы тела, но следует отметить, что люди с избытком массы тела склонны чаще к падениям и развитию переломов конечностей. Поэтому мы не можем сказать, что если у вас будет высокий вес, то это защищает вас от остеопороза и переломов. – Вредные привычки и гиподинамия тоже, наверное, являются факторами риска? – Вредные привычки, смотря что относится к вредным привычкам. Если мы говорим о распространенных привычках вредных, это алкоголь и курение. По алкоголю действительно есть научные работы, исследования, показывающие, что злоупотребление ежедневное, длительное, в больших дозах алкоголя связано с нарушением всасывания кишечники, кальция, витамина D, нарушение метаболизма витамина D. Это может приводить к остеопорозу. Что касается курения, тоже этот факт связан с заболеванием больше легких. И пациенты, имеющие хронические болезни легких, также подвержены риску развития остеопороза. Ну и есть и другие, я бы сказал, тоже вредные привычки. Такие вредные привычки, как малоупотребление кальция и малоупотребление витамина D, недостаток. Это тоже можно отнести к вредным привычкам. Потому что, например, тоже существуют исследования, существуют публикации научные, показывающие, что потребление фастфуда, напитков, содержащих сахар в большом количестве, они способствуют снижению всасывания кальция и нарушению метаболизма витамина D. Что приводит в итоге, опять же, к развитию остеопороза. Но если говорить все-таки о гиподинамии, то есть, особенно сейчас, в эру, когда люди привязаны к компьютерам, они мало двигаются. Насколько это фактор риска? Гиподинамия, вопрос заключается в том, что есть такое хорошее определение, мне оно нравится. Остеопороз – это заболевание пожилых людей, корни которого, этого заболевания, находятся в детстве. Чтобы защитить себя от остеопороза, нужно набрать максимальную пиковую прочность костной массы, которая набирается к 20-30 годам. Если человек с детства занимается физкультурой на свежем воздухе, на солнце, а не у компьютера, то этот подросток, молодой человек, набирает хорошую костную массу, и в дальнейшем это позволяет ему избежать этого остеопороза. Если говорить про гиподинамию и закрытое пространство, дефицит солнечного света приводит дефицит в витамина D, и опять же развивается у нас остеопороз. Поэтому дальше следующий момент. Теория механическая. Скелет – это наш остов, его нужно нагружать. Если мы будем его нагружать, он будет прочным. Не будем нагружать, он будет слабым. Типичный пример. Если человек что-то сломал и находится в больнице, загипсованный, и он находится в гипсе хотя бы месяц, через месяц у него обязательно развивается остеопороз. Потому что он был обездвижен и не было нагрузки на скелет. То есть типичная ситуация, орган без функции утрачивает таковую свою структуру. Если говорить уже о физической нагрузке, хотелось бы об этом поговорить. Люди в возрасте, физическая нагрузка – такие противоречивые две вещи. Кто-то не может, кто-то кому-то это небезопасно. Какая все-таки физическая нагрузка должна быть у людей с возрастом, чтобы быть в зоне комфортной и сохранить вот эту плотность своей костной ткани? Да, действительно, нагрузка физическая совершенно разная. И есть категории нагрузки физической, которые абсолютно никак не влияют на увеличение прочности костной ткани. Например, плавание. Доказано, что если человек занимается плаванием и решил увеличить свою костную массу, то есть прочность костной кости, и предотвратить остеопороз, у него ничего не получится. Другие варианты, если мы говорим о людях пожилого возраста, очень хороший и безопасный вариант – скандинавская ходьба. Когда идет равномерная нагрузка, работают руки, работают ноги, движения на свежем воздухе, на солнце. Это очень хороший вариант. Есть варианты статических упражнений, когда мы, находясь дома, на гимнастическом коврике, делаем упражнения без резких движений. Это тоже является хорошей нагрузкой на скелет. Скажите, пожалуйста, Георгий Никитич, диагноз остеопороза легко ставить врачу-эндокринологу? Что для этого, какие применяются методы исследования? Диагноз можно поставить… Я приведу пример буквально сегодняшнего своего приема. Была пациентка, которая пришла ко мне на прием. У меня не было никаких данных, инструментальных, сложных исследований. Но я ей поставил диагноз в течение пяти минут. Я спросил у нее, с какого роста вы? Она сказала, я ростом метр шестьдесят четыре. Я говорю, давайте подойдем к ростомеру. Я измерил рост метр пятьдесят семь. Она удивилась. Для меня это было неудивительно. Где шесть сантиметров? Следующий вопрос. Что у вас со спиной? Она говорит, у меня часто болит спина. И проходит спина, положение лежа. Еще один признак того, что есть проблемы с позвонками. И когда я попросил у нее, покажите мне, пожалуйста, ваш рентгенологический снимок, который делается в любой поликлинике боковой, на этом снимочке увидел три перелома позвонка. Диагноз у степороза готов. Без денситометрии, без ничего. И она получила лечение и ушла. В некоторых случаях, если мы говорим, когда еще не случились переломы, тогда поставить диагноз бывает сложно. Но, опять же, мы должны учитывать факторы риска. Если перед нами, повторяю еще раз, ранняя менопауза, низкий вес. Если пациент принимал препараты лекарственные, которые тоже влияют на остеопороз, например, прием глюкортикоидов, хотя бы три месяца в жизни принимал, он уже подвержен остеопорозу человеку. Когда мы набираем эти факторы риска, мы подозреваем, возможно, у вас остеопороз. Спросили про маму. Да, моя мама сейчас находится в больнице с переломом шейки бедра. Все, мы должны обязательно отправить на денситометрию. Такой метод специально проводится в любом областном центре, в том числе и в Гомеле, и где поставим диагноз очень точно. Итак, доктор получает результат исследования, и он видит, что у человека снижена плотность костной ткани. Назначается соответствующая терапия, которая считается, что может предупредить те же самые патологические переломы. Действительно, это настолько эффективно, насколько разнообразно. Эта терапия каждому или по-разному назначается, или это одно и то же все? Да, терапию проводим обязательно. И часто пациентам рассказываем, для чего мы делаем эту терапию, чтобы было понимание, что мы лечим. Все знают, что такое артериальная гипертензия. Уже, наверное, и по телевидению, и в... Да, мы тоже об этом говорили. Все говорили об этом. Для чего мы принимаем препарат от повышенного давления? Для того, чтобы просто его снизить. Для того, чтобы у пациента не возникли серьезные осложнения. Инфаркты, инсульты. Такая же история и здесь. Мы назначаем терапию не просто для того, чтобы увидеть на инструментальной методе обследованной дентинометрии, что увеличилась плотность костной ткани. Мы лечим для того, чтобы не было тяжелых этих остропаратических переломов. Самый тяжелый из них – это позвоночник, это шейка бедра. Самые-то критические. И эта терапия направлена на то, чтобы эти переломы свести до минимума. Терапия-то используется очень широко. Она многокомпонентная, тоже как и при литеральной гипертензии. Мы используем витамин D, препараты кальция и специальные лекарственные средства, которые снижают так называемую резорцию костной ткани, разрушение костной ткани. Георгий Никитич, давайте послушаем ответы наших ребят. У них был вопрос по истории об ученом, который проводил опыты и получил какие-то интересные результаты. Вы готовы, ребята? Кто будет отвечать? Отвечу я. Антон, пожалуйста. Как многие уже и знают, то, что качественный состав кости меняется в зависимости от состава пищи. И вот такой вот выдающийся русский анатом Петр Францевич Лесгов, он произвел интересный опыт. Он кормил 4 группы щенков разной пищи. Это была молочная, мясная, смешанная и растительная диеты, можно таких назвать. И в костях у животных, которые питались молоком или мясом, отношение неорганических веществ было равно, ну, к органическим, было равно приблизительно один к одному. У щенков, которые питались, ну, на смешанной диете находились, было значительно меньше неорганических веществ. И значительно меньше уже отмечалось у щенков, которые находились на растительной диете. И был доказан тот факт, то, что щенки, которые питались исключительно молоком, кости их были более крупные, тяжелые и прочные. Но нельзя сказать о тех щенках, которые питались, ну, исключительно растениями, да, растительной диетой. Их кости были, наоборот, более слабо развитые и хрупкие. И отмечалось также у этих щенков, которые были на растительной диете, у них замечались это искривление и переломы конечностей. Данный опыт показал вот то, что, ну, Петр Францович Алисгафа показал, дал колоссальный удар по вегетарианству. Но стоит сказать то, что данный эксперимент проводился только исключительно на щенках. Но, тем не менее, данные опыты показывают о том, насколько важно питание для того, чтобы структура кости была полноценная, кость была крепкая, плотная. Хорошо, спасибо большое. Ребята, для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Остеопороз может не носить возрастного характера и даже не быть столько женского пола. Вторичные, как его называют врачи, остеопороз, как правило, развивается на фоне некоторых заболеваний, а также может напрямую зависеть от наследственности. А при каких симптомах мужчине среднего возраста стоит задуматься о визите к врачу? Ребята, вопрос для вас прозвучал. Готовьте на него ответ, а мы пока продолжим нашу беседу. Георгий Никитич, мы уже затронули вопросы питания. Насколько важно действительно полноценное питание, чтобы содержалось там достаточное количество, наверное, фтора, кальция, для того, чтобы скелет был прочным на более долгие годы? Ну и, как известно, молочные продукты, о которых целые легенды, да насколько они важны в этом питании? Да, это чрезвычайно важный вопрос. И вот я сейчас слушал ответ про щенков. А вот у людей же есть тоже похожие, есть такие категории, вы знаете, тех людей, которые плохо переносят молочные продукты с так называемой лактозной недостаточностью. Так вот, опять же, это категория людей, у которых очень часто развивается остеопороз. Группа риска, да? Группа риска, это тоже доказанный факт. Поэтому, конечно, молочные продукты, они для нас основной источник кальция. Это твердые сыры, это кефир, это йогурт, это творог. Это все источники кальция. Кроме того, что нам нужен кальций, необходим нам витамин D. Я уже сегодня говорил о нем, еще раз буду повторять и много раз, наверное, буду говорить о нем. Витамин D, как главный такой промотор, даже его называют сейчас витамин, не витамин D, а D-гормон, который участвует практически во всех процессах, в том числе и формирование прочной костной ткани. Когда-то, да, вы помните тот, наверное, момент, когда всем детям, начиная с рождения, давали рыбий жир, богатый витамином D. И, может быть, поэтому так остеопороз не был распространен, потому что малыши набирали прочность костной ткани, выходили на хороший пик, и в дальнейшем он поддерживался. Потом был некоторый провал, забыли об этом витамине, не давали, не включали в рацион. И сейчас опять вернулись к этому витамину D. Даже в Белоруссии вышли ряд рекомендаций методических, в том числе и для врачей, о том, что этот витамин D просто крайне необходим детям, начиная с рождения и, в общем-то, на протяжении всей жизни. Есть и другие микроэлементы, о них тоже не стоит забывать. И витамины. Тот же Бор, который входит в состав некоторых микроэлементов, тот же Фтор вы называли сегодня, он тоже очень важен. Сейчас появился новый витамин, вернее, он изучал давно, но роль его была до конца изучена, это витамин К2, который участвует как раз-таки в кальцификации костной ткани и зубов, защищая наши сосуды и почки от поступления кальция в них, там, где он не нужен абсолютно. Поэтому пищевая, конечно, очень важна. Можно ли вот этот весь набор микроэлементов, витаминов получить только с питанием? То есть что нужно кушать, чтобы все это получить в достаточном количестве? То есть это вот такая первая часть вопроса, да, именно о питании, его полноценности, что вы рекомендуете кушать? И второй вопрос все-таки, нужно ли принимать тогда мультивитамины или мультивалентные комплексы, да? Спасибо за вопрос, спасибо за сложный вопрос. Опять же, возвращаясь к щенкам Лезгов, когда был нанесен удар по вегетарианству, это был не удар по вегетарианству, это был толчок вегетарианству к изучению, где же находится кальций. И, кстати говоря, сегодня с удовольствием общаюсь с вегетарианцами, которые приходят ко мне на прием, они меня учат даже, где находится кальций, где его больше всего, как его лучше употреблять. Пример приведу с кунжутом. Кунжут, там очень много кальция, да, но опять же, есть белый кунжут, есть черный кунжут. Белый кунжут очищенный, черный кунжут не очищенный в оболочке. В черном кунжуте кальция в два раза больше, чем в белом. Дальше, он не усваивается, его нужно обязательно размолоть. Если будет в виде порошка, то он усвоится. Вот такие вот моменты по питанию. Мы должны всем пациентам, ну, своим, даже не пациентам, а людям рассказывать о том, как правильно питаться. Взять молоко. Там кальция есть, но вы не сможете выпить литр молока каждый день, чтобы восполнить необходимые потребности. Для этого есть твердый сыр, где в 6 раз, или не в 6, а в 4,5 раза больше кальция, чем в молоке. Есть творог, есть продукт кисломолочный, потому что не все переносят молоко в чистом виде. Есть зеленые овощи, где есть витамин К, мы используем его как источник необходимого витамина. В принципе, любой человек, сейчас в интернете есть свободная таблица содержания кальция в тех или иных продуктах, может полноценно просчитать. Да, но если у пациента есть проблемы с пищеварением, например, да, проблемы с кишечником, он не может употреблять большое количество овощей. Есть лактазная недостаточность, он не может употреблять молочные продукты. Таким пациентам, конечно, назначаются комплексные витамины, содержащие кальций, витамин Д, бор, витамин К2 и так далее. Скажите, Георгий Никеевич, а есть ли те продукты, которые вредны, которые, наоборот, приводят к выведению кальция из организма? Да. Или нарушают его, наоборот, всасывание? Эти продукты существуют, они есть. Сегодня вскользь их касался, как бы не называя торговых марок, скажем так, колосодержащие продукты, да, где находятся свои сладкие напитки. Это доказанный эффект о том, что они снижают всасывание кальция в организм и уменьшают, повышают риск остеопороза. Дальше. Отдельная категория – это кофеин, кофе. Но, как мы проводили наши исследования, для нашей страны это не является проблемой, потому что речь идет о кофе концентрированном, кофе типа эспрессо, и должно быть большое потребление, более 4 чашек в день, ежедневно, на протяжении многих лет. У нас такой культуры употребления кофе, наверное, не распространена, да, поэтому для нас это не является таким вот большой проблемой. Я предлагаю послушать ответы ребят на второй вопрос, который был о том, да, при каких других заболеваниях может развиваться еще остеопороз и какие его симптомы? Ангелина, да? Ну, это, да, это будут такие заболевания, как бронхиальная астма, потом воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, это болезнь крона или такие, как наследственная целиакия. У пациентов с резекцией желудка, что связано с уменьшением поверхности всасывания продуктов, богатых кальцием и фтором, таких как молоко, сыр, ну, как уже было сказано, орехи. Прием некоторых глюкокартикостероидов, как преднизлон, также некоторых других препаратов, как фенобарбитал. Также это будет влиять на синтез коллагена, на кожу, на ее истончение. Повышение чувствительности позвонков и переломы при незначительных травмах. То есть у нас получился такой обобщающий ответ всего того, о чем мы сегодня говорили, об этих симптомах. Все правильно, Георгий Михайлович? Да, только еще добавить хочу. Обязательно симптомы нужно назвать. У мужчин это особенно важно. Это когда идет снижение мужских половых гормонов, дефицит тестостерона. Вот эти мужчины очень подвержены как раз-таки остеопорозу и переломов. Поэтому не забываем и про эту очень важную деталь. Ну что, спасибо большое, Георгий Михайлович. Хотелось бы в конце программы, чтобы вы дали несколько таких общих рекомендаций о том, как сохранить дольше плотность своей костной ткани. Рекомендации, конечно, их можно давать много, рекомендации, но нужно их собрать в едино, смотря кто нас смотрит. Широкая наша аудитория, абсолютно широкая. Хотелось бы, чтобы нас смотрели и люди пожилого возраста, и среднего, и молодого, потому что всем нужно профилактику проводить. Начиная с детского возраста. Это движение, это солнце, это молочные продукты, это творог, это сыр. Насытить наши кости всем необходимыми питательными веществами. Потом, когда мы растем, развиваемся, нам необходимо поддерживать мышечный корсет. Это всевозможные физические упражнения. Чем больше мышц будет тянуть наш скелет, тем он будет прочнее. И уже в более пожилом возрасте беречь себя, выйдя на пенсию, больше делать прогулочки на воздухе, скандинавская ходьба, и будет все хорошо. Спасибо большое, Георгий Никитич, за нашу сегодняшнюю встречу, беседу. Ребята, Ангелина, Антон, вам тоже большое спасибо. Успехов вам в вашей дальнейшей учебе. И до новых встреч. Кто-то мудрый заметил. Главное для нашего здоровья, чтобы в числе его врагов не оказались мы сами. Поэтому берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова